Несмотря на режим самоизоляции, в некоторых местах города сегодня было очень многолюдно. Особенно на местных кладбищах. Все потому, что сегодня Радоница, день в который православные поминают своих усопших предков. По традиции верующие ходят на кладбище и прибираются на могилах родственников. В этом году из-за ограничений кладбища к посещению закрыты. Тем не менее, утром вторника здесь было довольно много устюжан. Знаете, что на кладбище с вами нельзя ходить? Я не знаю. А почему ходите? Ну вот, долг отдать предкам. На каком основании имеют право нарушать закон Конституции Российской Федерации, статьи 27, свободы передвижения гражданина? Пусть режим ЧАЭС вводят ради Бога. Режим ЧАЭС, пожалуйста, не будем сидеть дома. Знаете, что нельзя на кладбище сегодня ходить? Что? Что нельзя на кладбище ходить? Не знаю. Не слышали? Не слышу. Почему запрещено? Я вчера спрашивала, я заходила в церковь, я спрашивала, сказали, можно. Да, у меня сегодня день памяти мамы. 28 апреля она у меня умерла. А кто вам разрешил? Вот именно священник или там что-то? Нет, там вот работница, я ее спросила, можно завтра прийти на носка? Можно. Все единовесны идеально время для того, чтобы убрать мусор на могилках родственников, накопившийся за прошедший год. Именно на Радонице перед Нем Победы и Устюжане, как правило, и ходят убираться. Вероятно, чувство долга перед покойными превешивает страх перед наказанием. На территории Вологодской области введен режим повышенная готовность. Согласно постановлению правительства Вологодской области, в период режима повышенной готовности запрещено посещение определенных объектов, в частности кладбищ. Таким образом, граждане не имеют права ходить на кладбище. Нарушителя ждет административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Единственным случаем, когда на кладбище все-таки можно отправиться, это ситуация, когда вам необходимо побывать на похоронах ваших близких родственников. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».